Автошоу «Русская зима» с 2005 года собирала толпы зрителей и участников. Гонщиков хватило и сейчас, но трибуны остались пустыми. В этом году заезды проходили в статусе тренировок. А для неравнодушных к гоночному спорту организаторы ввели онлайн-трансляцию. Жалко, что в этом году пандемия нарушила наши планы, скажем так, именно для зрителей. Гонщики-то не получают удовольствие, их механики, их семьи. Почему сегодня так складывается, я пока не понимаю. Я думаю, что руководство многих городов это не понимает. Почему на открытом воздухе нельзя заниматься автоспортом? Слободские и кировские гонщики, а также участники из Кирово-Чапецка и Орлова. Испытать быстроту реакции и показать мощь своих железных коней сюда приехали желающие со всей области. Кировчанка Анна Крысова впервые попробовала себя на соревнованиях в роли пилота. Прежде ездила с отцом в качестве штурмана и уже вырвалась вперед. Заезд для Анны был особенным. Он прошел в Международный женский день. Я всегда в экстриме, поэтому отпраздновать 8 марта на соревнованиях – это отлично. На первом этапе я заняла первое место среди всех, среди своего класса. На втором этапе – второе место. И сегодня, получается, у нас третий этап. Мы боремся за сегодняшний этап и за общее место. Первое, второе – не знаю, какое будет. Посмотрим. Несмотря на ограничения и трудности, тренировка прошла по всем правилам. По итогам всех заездов победные места заняли в классе 1600 Александр Ложкин – город Кировочепецк, в классе Д2Н Игорь Лагунов – Кировочепецк, в классе Д2К – кировчанин Владимир Малышев, в классе ЛАДА – 1500К. Первое место у Анны Крысовой, также кировчанки. Первое место у Анны Кировочепецк, в классе Д2Н Игорь Лагунов – Кировочепецк, Lemка. Я Gardусь в классе. Ставацлав.